приветствую вас друзья дорогие братья и сестры вас приветствует церковь благая весть город шарлот сегодня хотелось бы вместе с вами еще раз еще раз вас благодарить нашего господа за то что господь милует нас спасает благословляет поддерживает и утешает время идет очень быстро жизнь продолжается мы продолжаем наше странствование на этой земле и сегодня в день молитвы когда мы говорим о молитве когда мы призываем к молитве когда мы учим молитве хотелось бы вспомнить несколько мест из библии и немножко порассуждать первое место которое я хочу предложить это будет написано книга пророка иеремии 33 глава 3 стих книга пророка иеремии 33 и 3 возови ко мне и я отвечу тебе покажу тебе великое и недоступное чего ты не знаешь я думаю друзья мы вспоминаем и многие из нас вспоминают псалом который мы пели номер телефона 33 и 3 да и может быть этом псалму уже где-то 30 40 может даже 50 лет но мы его вспоминаем свое время люди пели христиане его пели то и сегодня наверное поем и хотелось бы сегодня именно порассуждать что значит для нас на сегодняшний день эти слова возови ко мне и я отвечу тебе покажу тебе великое и недоступное чего ты не знаешь брат алекс хотелось бы обратиться к тебе вот как ты понимаешь на сегодняшний день может быть изучая ветхий завет вспоминая ситуацию в которой был тогда народ божий вспоминая что этими словами хотел сказал пророк иеремия и как всегда мы переводим слово божье в плоскость реальности нашей жизни потому что библия это слово жизни потому что библию создал или продиктовал сам бог поэтому все то что написано в библии оно не просто история хотя есть исторические факты не просто какие-то события хотя они очень важные ценные есть много чудес есть много мудрости в библии написано но один из важных моментов о чем я говорю особо последнее время часто это то что то что написано в библии то что мы проповедуем и читаем оно должно совпадать или иметь отклик или иметь определенную взаимосвязь с нашей жизнью вот алекс что ты можешь сказать по этому месту священописания какие твои воспоминания и вообще помнишь ли это ты псалом да и пели ли у вас его в церкви пели этот псалом конечно это был такой телефон доверия или обращения или воззвать по этому телефону 33 3 да был такой псалом а я хочу сказать по поводу этого места списания 33 3 где бог говорит через иеремию воззови ко мне а если мы взять конкретно за израильский народ когда иеремия был пророком и бог говорил через иеремию и с самого начала он и послал иеремию к этому народу и говорил иди и говори иди и проповедуй помните иеремия ходил то у него был ляной пояс который он закопал там где-то потом через год пошел разрыл одел то у него халат был то у него ярмо было на шее он ходил с этим ярмом он ходил по базарам он ходил по городам и он говорил что покайтесь покайтесь потому что грядет бог и он накажет вас за ваши злодеяния и иеремия все это выполнял то что ему бог говорил это он бог ему говорит сходи в дом горшечника и вот я покажу тебе что вы в моей руке что глина в руке горшечника то мой народ я сделаю с моим народом одним махом или одним жестом я могу уничтожить народ и дальше а иеремия все-таки продолжает ходить он продолжает свидетельствовать он говорит покайтесь пока не поздно покайтесь обратитесь вспомните путь древний обратитесь к ветхому описанию послушайте что говорили ветхие пророки и на протяжении жизни иеремия такая выпала его судьба или доля быть и вестником божьим и он продолжал ходить и он его даже били над ним насмехались но он все-таки выполнял слово божье он говорил вам нужно покаяться вы знаете и пришел такой момент когда если мы смотрим книгу иеремии можно сказать половину этой главы бог говорил иди скажи иди скажи иди скажи иди скажи моему народу и все-таки после бог говорит а теперь ты уже не молись за этот народ потому что кто пойдет в плен пусть идет в плен кто пойдет насмерть тот пойдет нас насмерть и было полное разорение израильского народа даже были моменты что трупы лежали в городе и некому было хоронить и вот в этот момент бог и говорит иеремии воззови ко мне и я отвечу тебе покажу тебе великое и недоступное чего ты не знаешь вот как раз в этот момент когда некому было хоронить когда трупы лежали на улицах когда многие люди и главенствующие были уведены в плен а кто был кто бежал в египет и в этот момент казалось безвыходное было положение а среди израильского народа я думаю он не сомневался конечно и еремия но те соратники которые были вокруг него они те люди которые все-таки были верные богу они после этих слов думали а что еще мы можем увидеть что бог еще может нам сделать или показать потому что полное разорение полное разрушение разрушение храма и как бы ничего святого не осталось есть такое выражение то вот как раз боги говорит иеремии иеремия воззови ко мне и скажи тем людям которые еще остались верные мне они есть они остались и в наше время есть очень верные преданные люди и он говорит бог говорит я отвечу и я покажу тебе если мы следим дальше уже восьмой стежок например бог говорит я я очищу от святого нечестия и будет для меня иерусалим радостным именем казалось бы в этот момент как может быть еще иерусалиме что-то говорить как может быть песни звучать в иерусалиме когда все разрушено но бог говорит так говорит господь опять будет слышен голос радости и голос веселья голос жениха и голос невесты голос говорящих славьте господа саваофа ибо благ господь это 11 стих то есть бог как раз об этом и говорит в это время запустения время разрухи бог говорит иеремии ты скажи и люди которые остались верные будет возвращение иерусалима будет радость в иерусалиме еще бы будут песни жениха и невесты и как пастырь уже говорил если мы переводим на наше время сегодня казалось бы в нашей ситуации если мы возьмем нашу ситуацию в нашем городе в нашей стране и во всем мире которая связана с коронавирусом казалось бы ну вирус не щадит никого и не молодого не взрослого если заболел этим вирусом то в скором времени два-три месяца и человек может умереть но бог говорит и в этой ситуации вас зови ко мне и я покажу тебе потому что есть есть надежда на бога есть спасение есть оживление есть исцеление есть есть надежда что можно жить с богом не унывать не упасть в депрессию не страдать какой-то болезнью а уповать на господа и бог еще продлит жизнь и бог еще наполнит радостью и весельем дом твой именно об этом здесь и говорится хотя безнадежная ситуация даже в мира сегодня коронавирус возвращается как мы слышим по новостям но есть надежда на бога и наше упование на бога ведь мы христиане мы дети божьи мы всех счастливее мы всех счастливее на сей земле есть такой псалом мы поем такой псалом да прекрасные слова итак друзья дорогие основная мысль сегодняшнего дня еремия 33 3 воззови ко мне и я отвечу тебе на самом деле алекс привел реальную картину из жизни народа божьего безвыходность оставленность поражение проклятие но у бога есть выход и то о чем мы говорим сегодня друзья дорогие что у бога есть всегда выход в ситуации которые мы проходим сегодня как алекс говорит прогнозы не совсем радостные переживания отчаяния смерть заражения но пускай слово иова будет всегда перед нашими глазами и в нашей памяти а я знаю искупитель мой жив мы будем идти к тому чтобы благодарить нашего бога и еще раз и еще раз прославить его будем обращаться к нему молитвах наших доверять ему в любой обстановке нашей жизни мы имеем упование имеем надежду когда человек не имеет ответа последнее слово за христом то есть за богом и мы сегодня будем молиться мы сегодня будем молиться и благодарить нашего бога в нас есть нужды есть просьбы есть также уже отвеченные нужды есть семьи за которые мы сегодня молимся мы также продолжаем молиться за александра трофимова и как я уже сказал у нас есть нужды мы будем молиться также за медицинских работников будем нуждаться в божьих благословениях и в божьем ответе на нашу жизнь и на нашу судьбу давайте встанем для молитвы господь наш и бог наш мы благодарим тебя мы славим тебя мы возвеличаем тебя за все что ты совершил и сделал в нашей жизни мы молимся к тебе пускай благодать твоя милость утешение и покровительство будет над каждым домом и над каждой семьей сегодня слово которое мы читаем еремия 33 и 3 пускай оно всегда всегда будет в нашей памяти в нашем сердце в нашем сознании подобно как 9 1 1 пускай это место священное писание обетование воззови ко мне и я отвечу тебе останется в нашем сердце ты видишь каждый дом и каждую семью мы молимся за нужды которые в тетради именем нашего бога алекса трофимова благословляем благословляем всех медицинских работников благословляем валентину брилева пускай бог благословит и поможет и всех медицинских работников благослови господь нашу страну нашего президента в ситуации в которой мы находимся дай выход дай восстановление и дай твое благословение мы молимся к тебе боже мы доверяем тебе мы просим у тебя благослови и прославься наши дома и наши семьи благослови благослови бог отец и дух святой аминь благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа да пребудет со всеми нами аминь аминь огромное спасибо вам друзья за внимание мы благословляем вас именем нашего господа благословит господь наши дома и наши семьи всего вам доброго спокойной вам ночи друзья воскресное служение нас без изменения в два и четыре часа есть ограничение 100 человек максимум и поверьте друзья исполняя требования хозяева церкви исполняя требования говермента то есть правительства штата и города мы будем придерживаться строго этой цифры благодарим вас за внимание за понимание можно я добавлю друзья пожалуйста если вы планируете прийти на два часа дня придите пожалуйста хотя бы за пять минут потому что ну если вы планируете посетить и хотите быть на служении 100 человек хозяева церкви пастыр церкви он нас предупредил он сказал что он не хочет чтобы у нас было больше ста человек и он говорит я всегда могу прийти проверить и посчитать людей поэтому с прошлого воскресенья мы вели пересчет каждого кто заходил сколько людей и мы составляли это на бумажке чтобы на всякий случай когда пастырь или кто-то с его помощников придут в церковь чтобы мы смогли дать отчет что в зале находится 99 человек не обижайтесь если вы приедете и на на улице вас встретят ашеры даже не выходя с машины вашей к вам подойдут и скажут сори мест нету проезжайте разворачивайтесь и уезжайте не обижайтесь пожалуйста поймите нас спасибо огромное спасибо еще раз за понимание спасибо брат алекс спокойной вам ночи друзья всего хорошего